И снова суд над Пусси Раэт. Наше самое гуманное в мире государство жаждет то ли справедливости, то ли отмщения. Краткая предыстория. Три девушки из группы Пусси Раэт вознесли необычную молитву на омвоне Храма Христа Спасителя, обратившись к Богородице со словами «Путина прогони». В Божьей канцелярии просьбу то ли не услышали, то ли там очередь на рассмотрение. Зато до Кремля дошло мгновенно. Молящихся посадили. Я как правозащитник и как адвокат всегда надеюсь на то, что правовое государство наконец-то сработает и наконец-то у нас будет какая-то справедливость достигнута. Но как человек, который постоянно участвует в каких-то политических процессах, вот уже в течение более чем полугода в России, я не жду от этого судебного заседания ничего хорошего. Я жду, что, в общем-то, права девушек опять будут нарушены, они их оставят под арестом. Эти верующие чекисты с удовольствием распяли бы вторичные Христа. Параллель просматривается четкая. Дерзкие речи, вызывающая форма обращения, странная одежда и никакого уважения к кесарю. Мне, честно говоря, неприятно, что нашу веру представляют как какое-то средневековое мракобесие, жги ведьму. И как какое-то око за око, которое на самом деле отжило себя там две тысячи лет назад. А на самом деле христианская вера – это всепрощение, это понимание. Да, я не поддерживаю то, что они сделали в церкови, мне это не по душе. Но я считаю, что держать молодых мам, мучить их детей, потому что для ребенка это большая травма. У него такой же ребенок, как у Надя. У него самая маленькая дочь. И я знаю, как это для ребенка, когда он так долго не видит маму. И по форме, и по содержанию злоключения Пусси Раид практически повторяют историю ассирийца. И если на кресте повесить сегодня невозможно, как-то не Камильфо в 21 веке, то помучить в застенках всегда пожалуйста. Набирают обороты вообще не только политической составляющей, но и мракобесной составляющей общественной жизни. Просто вот, так сказать, мракобесы и фундаменталисты, они как-то начинают все увереннее о себе заявлять. И если их не остановить, то так постепенно, даже не очень не постепенно, мы в какой-то Иран превратимся, чего бы, чего я думаю, не очень бы хотелось. Скажите, пожалуйста, а можно вас спросить, как писатель писателя, как коллега коллегу, скажите, пожалуйста, как по вашему мнению дойдет молитва-то до Богородицы? Дойдет, потому что молитва была, по-моему, очень искренна. Как вы считаете, способен ли наш суд быть милосердным? Думаю, да. Я верю в наш суд и в милосердие. Милосердие, как вы помните из романа «Мастер Маргарита», такая вещь, которая проникает в любую щель. Так что я верю в милосердие. Не столько в наш суд, сколько в милосердие. Кто их только не осуждал. И РПЦ, все больше напоминающая филиал Лубянской инквизиции, и члены правительства, и верные власти, общественные деятели. Но нехороший осадок все равно остался. С одной стороны, оскорблен великий и ужасный национальный дилер. С другой, к чему столь жестокая месть? Не по-христиански. Али гордыня замучила. А гордыня – смертный грех. Один вопрос для Политвестник ТВ. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, наступит ли сегодня эра милосердия судебного? Я очень на это надеюсь. Содержание подсудимых девушек под стражей продлено еще на 30 суток. Таким образом, наступление эры судебного милосердия в России откладывается на один месяц. Саша Сотник, Дмитрий Мелехин. Телеканал Политвестник. Особая буква.